Омские водномоторники вновь обогнали всю Россию. Наши спортсмены выиграли две главные награды на чемпионате страны в гонке на 10 миль, который проходил в городе Белово Кемеровской области. Буквально следом вышли на старт в Омске. Разыграли медали на втором этапе чемпионата города. Самый яркий момент в соревновании водномоторников – это прохождение поворотов. Перед виражом спортсмен должен заранее просчитать траекторию, а в движении варьировать скоростями. Длинный радиус и следом скоростная диагональ. Самую смелую траекторию движения выбрал чемпион страны в классе катамаранов Юрий Толокнов. По словам спортсмена, таким финтом он хотел проверить возможности мотора. В российской гонке Юрий действовал по-другому. Катамаран – легкий подвижный катер, способный скользить в притирку с буем. Толокнов сумел заложить максимально острые углы. За счет этого обогнал более десятка соперников. Группировка, во-первых, надо немножко его отодвинуться. Ну и пытаешься, что за счет длинной руки я пытаюсь вообще на мотор лечь с поворота, и потом вот это все остановлюсь. Потом уже за счет ветра, ну, контролирую вот этот момент. Пододвигаюсь, чтобы он не улетел. Эти корпуса очень летучие. То есть это самый такой класс, самый летучий. В мощном классе глиссеров нет равных нашему АСу, трехкратному чемпиону страны, Константину Навродскому. Могучие скоростные машины, напротив, лучше берут повороты по классическому округлому радиусу. Главное сначала умело сбросить газ, затем в нужный момент нажать на педаль. Это мгновение очень тонко чувствует наш спортсмен. В нашем спорте самое главное, это чтобы скорость возрастала мгновенно. То есть многие ищут от моста и до моста, как говорится, скорость. То есть на очень большом расстоянии. А у нас в школе мы тренируемся и добиваемся того, чтобы вот только наступил на педаль газа, уже была та скорость, которую максимум хочешь увидеть. Выйти на такой уровень помог патриарх Омского водномоторного спорта Анатолий Шиндяпин. 67-летний ветеран в виражах вообще ориентируется по слуху. Как за катером бурлит вода, как шумит мотор, сейчас занят подготовкой внука. Десятилетний Никита Шалыгин вихрем ворвался в водномоторный спорт. Выиграл первенство России и мира. В городском соревновании победил в классе легких мотолодок GT-15. При прохождении поворотов пригодились советы деда. Я стараюсь перед поворотом сброситься чуть-чуть раньше, чем соперник. Например, соперник сбрасывается позже, но он раскатывается сильно. Я ищу дырку и залазю в эту дырку, чтобы его обогнать. Расширить список побед амичей смогут уже через пару недель. В середине августа в Екатеринбурге пройдет третий этап чемпионата страны по классическому регламенту. Четыре гонки по семь с половиной миль. А затем в Казани состоится финал Кубка страны. Владимир Истомин, Александр Филиппов, Антенна 7.